Итак, всем привет, с вами снова я, ИССА, и это четвёртый выпуск куториалов по КСГО. Сегодня я научу вас, как зайти на Б и защитить его. Любой игрок в команде исполняет свою собственную роль. Я покажу то, как я захожу на Б, и, собственно, свои фишки, свои выходы, свои флешки, смоки, и то, что я должен делать, чтобы вы взяли Б. Когда я захожу на Б, я откидываю такой смок на ЗИК, затем беру флешку, закидываю её наверх, и ещё одну флешку закидываю, чтобы она перегашетила боковое окно. Затем вы не должны стоять, вы должны очень быстро пытаться зайти на планет и законтролировать его. Вот, в принципе, я покажу сейчас, как ложатся флешки. Одна полностью флешит весь планет, а другая флешит часть шорта и форст. Сейчас я более подробно покажу, как откидываются данные флешки и смок. Как вы могли уже заметить, я обычно играю не один, а со своим товарищем. Сейчас я покажу его роль и то, что он делает, чтобы господель на планет. Он заходит и с помощью этого смока закрывает флешку. Затем, по желанию, он, в принципе, может накинуть флешку наверх, или откинуть такую же флешку боковую, и одну флешку в окно. Затем он заходит на машину и контролит либо окно кухни, либо флешку, или дверь кухни. Сейчас я показываю, как можно с машины законтролить флешку и вообще, как можно и что чекать с помощью позиции машины. В принципе, ранее уже было показано контроль кухни, контроль сейчас показываю сайта, можно смотреть кончик шорта. В принципе, можно залезть на машину и еще лучше просматривать шорт. Затем вы можете перепрыгнуть на апарты. И с апарты очень хорошо можно прочекивать шорт и сами апарты. Также, я думаю, немалоизвестная позиция на кресле, в принципе, многие ее даже не чекают. Можно на нее залезть и с помощью, если у вас АВП, вы можете чекать выход на кухню, или если у вас АК, вы чекаете проход, собственно, в самих паласах. Будьте внимательны, потому что с этого кончика вас не будет, поэтому нужно чекать именно его, этот кончик, или немножечко проверить. Также мне хотелось бы показать, как именно я действую, когда играю с АК. Я делаю все то же самое, захожу на плент, две плачки, смог и очень быстро нужно пробегать этот участок, не стопиться, почему он проходит в правую сторону. Чекаем снизу на машине, чекаем справа все, форест, сайт, дверь, кухню. И затем, можно по желанию забежать в кухню. В принципе, можно остаться вот здесь, но эта позиция мне очень нравится. Я сажусь обычно вот здесь и слушаю внимательно противника. Затем я немножко подергиваю, если он там, я убиваю его с заднику. Обычно он ничем. Также есть очень приятная позиция вот здесь, она тоже очень часто мне чекается, у вас здесь преимущество. И так же слушаете и можете, в принципе, запушить сами. Если же перед вами вот такой, лежит вот такой смок, вот противники кинули, зайдите на шифте за правую сторону стенки и ждите. Он сам может запушить смок, если, тем более, ваш тиммейт отвлекает его на А. Или просто пострелить их в смок, а скорее всего он сидит именно там. Также эти стенки полностью постреливаются, и левая, и правая. И, в принципе, если его там даже нет, то просто перетягивайте смок в биграунд, и не стоит идти на байк. Также достаточно неплохая позиция, тем более, если лежит смок на шарте. В принципе, можете чекать форст. Очень-очень удобная позиция, но, к сожалению, очень чекаемая. Восхучение кубить с данной позиции. Продолжение следует...